Сейчас у нас есть гость по очень важной животрепещущей теме. Да, сегодня мы будем говорить о том, где и как можно себе найти работу и можно ли, например, переобучиться на другую профессию в центре занятости. Я думаю, что более подробно нам на эти вопросы ответит Александр Александрович Щетин, начальник отдела организации предоставления услуг работодателям Государственного казенного учреждения Республики Крым, Центр занятости населения. Доброе утро. Доброе утро, Александр Александрович. Как началось ваше утро нового дня? Замечательно. С чашечки вкусного кофе и теперь я у вас. Мы рады вас видеть. Тема очень важная, очень животрепещущая, я бы сказал. Мы будем с вами сегодня говорить о том, как можно трудоустроить людей с ограниченными возможностями. Возможно такое? Конечно, возможно. Все зависит от их желания, в принципе, в первую очередь. Служба занятости Крыма очень активно работает в этом направлении. У нас есть различные программы для этого и мероприятия. Если интересно немножко статистики, в принципе, в Крыму на данный момент порядка 123 тысяч граждан с инвалидностью. Из них 48,5 в трудоспособном возрасте. В свою очередь из этих 48, на данный момент 13,5 уже работают. Полторы тысячи ежегодно, в принципе, служба занятости трудоустраивает. А на какие профессии могут рассчитывать такие люди? Абсолютно на разные. Это все зависит от индивидуальных возможностей, от степени ограничения, которые прописаны каждому человеку. И, собственно, от образования, которое он успел получить. Ну, вот пример вы можете перевести? Потому что я помню, когда-то находила такие объявления в интернете, но совершенно случайным образом, и в том числе и Центр занятости предлагал работать, например, человеком, который перемешивает бетон или грузчиком. Даже случались и такие вот парадоксальные, честно говоря, непонятные примеры. Наверное, это было давно. Ну, низкоквалифицированный труд тоже, в принципе, является подходящим для граждан с инвалидностью. Все зависит, опять же, повторюсь, от степени нарушений. То есть у каждого человека есть индивидуальная программа реабилитации инвалидов, и там прописаны, собственно, условия, подходящие либо неподходящие, ограничения те или иные. То есть это все в индивидуальном порядке. А переобучиться можно? Естественно, да. Эта услуга довольно-таки востребована. Получение профессионального образования, либо повышение квалификации по направленной службе в этом году уже 59 человек направлено. А на кого же можно переобучиться? Ну, если, скажем, человек условно сохранен? Спектр профессий разный, которые предлагает служба занятости. Это начиная от курсов основ предпринимательской деятельности, заканчивая тем же оператором котельной. То есть там есть еще маникюр, педикюр, санитарка. То есть, ну, все зависит от желания человека. Это вот те самые программы, про которые вы говорили в самом начале нашей миссии? Ну, одна из. А какие еще есть? Ну, не проходим, скажем так, мимо и выпускников. В этом году запустили программу стажировок инвалидов молодого возраста на предприятиях. Собственно, тоже направления абсолютно разные. Это и техник газового хозяйства, и парикмахер, и автослесарь. Ну, вот я видела в торговых центрах, очень часто встречаются люди, например, с проблемами слуха, но они отлично работают, мне кажется. И много таких примеров в последнее время я замечаю. Есть крупные магазины. Предприятия различных сфер, да, предлагают работу для граждан с ограниченными возможностями. То есть, если это торговые центры, как правило, это люди с нарушением слуха, то есть они спокойно могут работать на кассах тоже. Ну, да, вот тот пример, который мы привели. А вот есть ли какая-то государственная помощь тем инвалидам, которые, например, хотят заниматься своим собственным делом, возможно, открыть индивидуальное предпринимательство? Да, вы правы, с помощью службы занятости можно открыть собственное дело. Как, каким образом? Единовременная финансовая помощь составляет порядка 160 тысяч рублей. Человек должен зарегистрироваться в службе занятости и защитить бизнес-план. То есть предварительно он может пройти курсы основы предпринимательской деятельности, также по направлению службы занятости. А расскажите, что тут, вот я, кстати, подумываю к вам обратиться. Скажите, пожалуйста, вот научите меня предпринимательской деятельности? Ну, если вы согласны пройти курсы повышения квалификации, либо профессионального образования по направлению основы предпринимательской деятельности, пожалуйста. А чему меня это научит? Составлять бизнес-план, вести предпринимательскую деятельность. То есть, ну, вот все азы, которые нужны для старта собственного дела. Саша, ну, я надеюсь, ты не собираешься оставлять нашу редакцию. Что мы без тебя будем делать? Не берите его, пожалуйста. Я думаю, что желающих устроится и так много. А ведь много людей к вам обращаются? Ну, на текущую дату в службу занясти обратилось уже 1200 инвалидов. Из них 1400 мы уже трудоустроили. То есть, процесс идет активно, граждане заинтересованы, служба занясти делает все, чтобы помочь им найти работу. А вот с какой степенью инвалидности вообще можно к вам обратиться? В российском законодательном поле нет такого понятия, как нерабочая группа. То есть, и первая, и вторая, и третья группы, они рабочие. Единственное, что у первой и второй группы сокращена рабочая неделя, 35-часовая. Соответственно, с любой группой граждане могут обратиться. Ну, это хорошо, мне кажется. А какой город Крыма является лидером по обращениям, а какой все-таки отстает немножко? Нет у вас такой статистики? Сложно сказать, потому что, скажем так, те же саки, которые являются городом-курортом для реабилитации инвалидов, там инвалидов несколько больше, чем в тех же степных районах, например, где им не так комфортно проживать. Ну, а так, в принципе, равномерно. Александр Александрович, спасибо вам большое за рассказ. Последний вопрос к вам. Как вас найти, если вдруг кто-то захочет к вам обратиться? Есть официальный сайт службы занятости Крыма, и там есть адреса всех наших территориальных отделений. То есть, гражданин в любом городе может зайти на этот сайт, посмотреть ближайший адрес территориального отделения, где ему удобно будет обратиться, и прийти к нам в гости, получить государственные услуги, либо прозвонить по горячей линии. Да, но самое главное, чтобы вы обращались, и вам обязательно помогут. Вот, не стесняйтесь этого и не бойтесь. ВК помощи обязательно будет. Большое вам спасибо. Напоминаем в гостях в студии. Щетина Александр Александрович, начальник отдела организации предоставления услуг работодателям государственного казенного учреждения Республики Крым, Центр занятости населения.